и увидите чудеса и военные слухи и разные знамения и солнце и луна луна окраситься в крови прочее прочее книга откровения другие пророческие не говорят об этом мы читаем в деяниях апостолов чудеса были направо налево когда народ израиля вышел из египта было много чудес пропали чудеса сегодня ну во-первых я склонен думать что мы живем в период когда что-то изменилось во время во времена деяний апостолов вспоминается ситуация когда двое пообещали сумму денег в первоапостольскую общину и потом изменили свое мнение упали и умерли то есть что-то изменилось сегодня люди много чего обещают потом нарушают и все ходят здоровые здоровье здоровее здоровы о чем это говорит что-то изменилось но я не верю что бог прекратил совершать чудеса чудеса были в нашей жизни нашей семейной жизни и были обстоятельства когда мы молились и господь ну просто невероятным образом явил вещи которые нам и не снились меня окружают люди которые переживали в своей жизни чудеса господь защитил господь помог господь подставил руку реально подставил руку или увел человека от беды вы знаете мы живем в стране в которой есть определенная военная напряженка мой помощник рассказывал как у него были некоторые не то что сомнения в боге а колебания в пути до того момента когда пуля снайпера нескольких сантиметрах прошла возле его голову он ее сам видел глаз его зафиксировал эту пулю но он знал что господь просто сохранил ему жизнь поэтому конечно эти чудеса да есть также есть много фальши мы видим что начинают демонстрировать самые различные вещи и показывают вот у нас это случилось это случилось хотя там это просто подтянутые за уши чудеса то есть нам приходится сейчас и важно различать но я верю в чудеса я верю что когда человек искренне молится перед господом богом господь бог дает ему ответы и очень часто эти ответы сверхъестественные